Зрительный зал Рязанского театра драмы еще пуст. До очередного спектакля есть время, но этот зритель часто приходит заранее, чтобы занять одно свободное место в 14-м ряду. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, народный артист России Сергей Леонтьев. Сегодня Сергей Леонтьев – легенда Рязанского театра. В его репертуаре более ста ролей, и каждая неповторима. Поэт. О, да, поэт. Настолько, что, постойте, да или нет, вы знаете, что мы зовем баллада, но и понятия об этом нет у вас. Так слушайте сейчас. Вот тут вы видите, фехтуя, балладу вам экспромтом сочиню я. Чем жестче роль, тем выше полет, уверен Сергей Леонтьев. Он вспоминает, как буквально купался в Борисе Годунове. А все потому, что конфликты и противоречия для актера лучше «Искры» в стагу сена. Более ста ролей сыграл, да. И каждый раз не получается. Ой, не могу. Ой, а может я вообще уже ничего не умею? Вот такие мысли возникают. Вдыхая удивительный запах кулис с привкусом грима, слез, аплодисментов, актерских амбиций, оглушительных успехов и провалов, он готов часами рассказывать театральные байки и вспоминать времена, когда театр был еще деревянным. Мы-то стоим на болоте, оказывается. Я еще застал, недалеко тут, где кукольный театр, тут речушка шла, речушка. И мы стоим, даже внизу фундамент, он немножко проседал. Хотя недавно построили театр в 60-м году. Вот. И, во-первых, на болоте стоим. Во-вторых, кио, архитектор. Это мистика, конечно, в этом есть. А тут была площадь большая. Это я помню еще. Был деревянный дом такой в центре. И лужа большая всегда была. Там булочная была. И почему-то пьяный мужик все время валялся на этих ступеньках. Каждая роль – это фрагмент какой-то другой жизни. И, слава богу, он играл во времена, когда не модно было клянить актеров узкими амплуа. В дипломном спектакле у нас был «Тень» Шварца. А я там «Тайного советника» играл. Я так придумывал, что я себе придумывал, что я появляюсь в разных местах все время. Я успевал с бешеной скоростью сбегать в оркестровую яму и оттуда выскочить. Пока идет какая-то сцена, я успевал на балкон забраться и оттуда, прямо из зрительного зала реплики подавал. Один раз задумал, поставил там такая черный бархат в глубине сцены. И он раздвигался. Я поставил туда сам несколько таких станков, залез на них метр на три или четыре. И оттуда высунулся. Здесь, я здесь, Ваше Величество. И вдруг эти самые конструкции подо мной стали падать. Я так этой мордой вниз. Ребята играть дальше, конечно, не смогли уже. Этот казус ему припоминают до сих пор, даже спустя полвека. Одним из руководителей его курса был тогда еще начинающий режиссер Юрий Любимов. Среди однокашников – будущие звезды. Ольга Яковлева, Николай Волков, Юрий Волынцев и Андрей Миронов. Вот это Андрюша сидит, а я с этого края сижу. Вот и вот тут половина из них народные все вышли. Вот так вот получилось. Очень был сильный курс. Но это эпоха такая была, когда космонавты и актеры. Их и готовили, как в космос. Сценическая пластика, фехтование, актерское мастерство. Советские актеры должны были уметь все, даже владеть искусством грима. Вот я играл Чацкого, а Андрюша приехал и Ширвинд, Александр Анатольевич, видите, с трубкой, с неизменной трубкой. Это аккомпаниатор «Мондрус», который Клавдиан Шульженко, он с ней все время работал. Вот у них концертный номер, вот они втроем работали в помещении цирка нашего. Мы перед началом играли отрывок из «Горе от ума», как бы чтобы зрители, а второе отделение целиком было на них. Ему повезло увидеть перевоплощение Андрея Миронова из мальчишки в талантливого, сильного актера. Для нас он был такой энергичный, живчик, который танцевал совершенно потрясающе на вечерах, какой-то все время в шутках, все время какой-то, как ртуть, такой подвижный очень. Ну, Андрюша, Андрюша, Андрюша. И вдруг я вижу уже совершенно серьезного мастера такого. Я видел его спектакль в Москве. Слушай, Андрюша, ну нельзя же так работать, ты же себя, рвешь себя на части. Он выкладывался, он сделал себя. Вот это, что вот, чему следовало бы подражать, как он себя, сделал себя звезду. В списке ролей актера Леонтьева и обаятельный барон Мюнхгаузен, и немец, который умирал на сцене, и знаменитый горьковский Перчихин, и неожиданный блондинистый трагический Пушкин. Перечислять можно долго. Вот там идет номер, а я в это время готовлюсь, сейчас мне, сейчас моя очередь. Смотрите, какие муки, какие муки, как надо собраться перед тем, как все, чтобы нигде не ошибиться, чтобы все, ой, Господи. Общение о театре или в его стенах – особое таинство. Во время интервью он не раз спросит, не будет ли в этой программе слишком много Леонтьева и слишком мало самого театра. На Лизанской сцене ведь играли Ермолова, Сумбатов-Южин, Оленив, Грибов, Быстрицкая. Людмила Коршин – замечательная актриса. Боря Оржанов – народный артист, вот такой актер. Это вообще легенда нашего театра. Зоя Васильевна Белова просто. Ну, сейчас у нее дочь Ирина Розанова, она тут вот бегала с девчонкой вместе с моим сыном. Сергей Михайлович из тех, кто до сих пор подходит к своим ролям на цыпочках, чтобы не спугнуть, как говорил Пушкин, истинность страстей в предполагаемых обстоятельствах. А это, а почему такой текст-то? Почему вдруг, ой, Господи, у него же там многоточие. Вон оно что, все время в автобусе, дома. Это бессонные ночи, а иногда просто совсем всю ночь не спишь просто. Это как с цветком, который нужно оборвать, а не тащить. Зритель не простит. Вот у нас был спектакль «Пигмалион» шоу, он сравнительно недавно здесь шел. Мы все настроились, мы работали на актрису, ради которой эта пьеса была написана. Театр и искусство эфемерные, уверен Сергей Леонтьев. Вчерашний успех ничего не значит сегодня, все как в первый раз. Если спектакль двухсотый по счету, приходится буквально провоцировать друг друга для живого хода. Иногда режиссор управит и сам его величество случай. Вот такой идет спектакль, он снимает ружье убивать, а выстрел нету. Пауза, значит. Там помощник режиссера должен бабахнуть по железу. Он, эх, жаль, что патронов нет. Надо же продолжать как-то спектакль. И шашку вынимает, в это время выстрел раздается. А этот Андрей от перепугу, ну тоже, чтобы спасти сюжет. Он падает. Эх, жаль, что громом убило. Выкрутился. А однажды маленький клуб не вместил всех зрителей, и актерам пришлось работать прямо под открытым небом. Поставили две машины грузовые, борта открыли, вот так, две машины. Это сцена. А две машины с той стороны, ну, колхоз дал там, фары включили, потому что уже к вечеру дело. И играли вот так на открытой площадке. А рядом к столбу привязан теленок. И я начинаю говорить, он начинает отзываться. То ли тембр голоса мой, маму напомнил, то ли еще что-то. Я говорю, а мы играли мелодраму, я погибал там в конце. Я на ней играю. А он еще больше орет. Сергей Леонтьев буквально родился и вырос за кулисами. Но представьте, вовсе не мечтал пойти по стопам знаменитых родителей. Да и они, как могли, оберегали сына от чармель помены. Подсовывали то занимательную физику, то радиотехнику. Они слишком хорошо знали, как это трудно. Его первый и, надо признать, провальный дебют случился в 45-м. Это была знаменитая пьеса Ипсона «Кукольный дом». И вот в пять лет у нас костюмчики нам шили, шубку шили, шапочки, обувь все. Репетировали. На машине нас возили, привозили в актерскую гостиницу, возили. И после спектакля в конвертике, там, 15 рублей. Это было много. А когда уж спектакль, когда в этот занавесе открылся, вот эти фонари, которых много, и вот эта темнота, которая дышит, какая загадочная, манящая, перепугался страшно и залез под стул от страха во время спектакля. А надо было на лошадку там садиться, скачаться. А мама за кулисами волновалась. Сережа, Сережа, на лошадку, на лошадку. Теперь его растан Сиранода Бержерака украшает главное фойе театра. Эту роль когда-то мечтал сыграть отец. Он достойно принял эстафету. И шпага, и перо, и шляпа, и, так сказать, вот плащ такой был. Вот это тема такого романтического, романтического театра. Драматический театр – это хорошая литература, блистательная драматургия. Когда зритель приходит домой ошалевший, обдумывает спектакль, и что-то меняется в его душе. Сергей Леонтьев вспоминает, как играл на одной сцене с Иннокентием Смоктуновским. Это был Федор Иоаннович по пьесе Алексея Толстого. Он играл в Малом театре эту роль, а у нас спектакль шел здесь. Его пригласили. Он в нескольких городах смотрел эту же пьесу, его приглашали на эту роль, и отказался. По-моему, в трех или четырех театрах. А у нас он посмотрел, он согласился. В чем интересно, был неполный зал, он приходил, когда в антракте, смотри, он идет, садится смотреть, да. И зрительный зал аплодирует, его узнавали. Труппа и не заметила, как после спектакля до трех часов ночи с открытыми ртами слушала метро, театры и кино. Кто-то из актеров даже записал эту беседу на пленку. Но об этом, а также о казусах на сцене и за кулисами, главных переживаниях и мечтах актера смотрите уже в следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok